А я тебя очень прошу, подпишись на канал и поддержи ролик лайком, так ты мне очень сильно поможешь. Redmi Note 7, несмотря на свои относительно крупные габариты, надежно держится в руке. Дизайн у этой модели весьма простенький. Корпус включает в себя две стеклянные панели, расположенные сзади и спереди. На правой грани расположены кнопки включения и регулировки громкости. На левой лоток для двух сим-карт и карты памяти. Внизу расположен Type-C порт, разговорный микрофон и внешний динамик. А также есть всеми любимый миниджек для наушников. Сразу бросается в глаза, как аккуратно разместился разговорный динамик. Выглядит он как тоненькая, почти незаметная прорезь и практически не занимает места на корпусе. Диагональ экрана у Redmi Note 7 равна 6,3 дюйма, а разрешение составляет 2340 на 1080 точек. Несмотря на ценник Note 7, он получил хорошо откалиброванную IPS-матрицу. Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов. Максимальная яркость достаточно высокая, так что даже находясь на улице, под солнцем пользоваться смартфоном комфортно. Redmi Note 7 получил процессор Snapdragon 660, который уверенно возглавляет средний сегмент. Объём оперативной памяти смартфона может составлять 3, 4 или 6 гигабайт. Что касательно внутренней, то здесь 32, 64 и 128. Телефон оснащён аккумуляторной батареей ёмкостью в 4000 мАч. По результатам различных тестов, этого вполне хватает для комфортного использования на протяжении всего дня. Фронтальная камера использует всего один модуль, разрешение которого составляет 13 мегапикселей. Мы реально получаем хорошую детализацию при хорошем освещении. С обратной стороны находится основная камера, состоящая из двух модулей. Основной модуль с разрешением 48 мегапикселей и дополнительный модуль с разрешением 5 мегапикселей. Здесь он служит для измерения глубины резкости и размытия фона. Оптической стабилизации смартфон не получил, но качество снимков довольно хорошее. Тем более Redmi Note 7 не стоит космических денег. Продолжение следует...